Дорогие мои коллеги, смотрю на вас и думаю о разных мельканиях времени и думаю задать некоторые вопросы. Дорогие мои коллеги, скажите пожалуйста, кто начал влюбляться в психологию после 83 года из присутствующих в этом зале? Поднимите руки. Я вижу смех, я вижу улыбки и поясню, почему я задаю этот странный вопрос. В 83 году это было давно для вас, а когда жизнь мелькает, ее страницы перелистываются. Я мучился от боли, от того, что на своем родном, не побоюсь этого слова, психфаке, факультете психологии Московского университета, в котором в следующем году будет 50 лет, как я преподаю, получалось следующее. Мы занимались психологией и только некоторым из моих удивительных учителей, в которых я люблю и которым у меня никогда не будет эдипового комплекса. Я имею ввиду Александра Романовича Лурия, я имею ввиду Алексея Николаевича Лурия, я имею ввиду таких, как Блюму Вольфин Низигарник, Петр Яковлевич Гальперин, Даниил Борисович Шельконин. У них получалось невероятно многое, но в этой стране и в этом мире я набрался наглости и написал «Наша психология – это улыбка щеширского кота». Я это написал не в журнале, а в московском «Комсомольце», чтобы сказать, мы на факультете психологии копаем определенную реальность, создаем определенные миры, и они удивительны, и никогда они не останутся для меня чем-то прошлым, они всегда во мне. А вокруг течет жизнь, и психолог в этой стране напоминает уж улыбку чеширского кота. Улыбка есть, а кота нет. Сегодня, не побоюсь этого слова, 2017 год. Сегодня, в 2017 году, когда я подхожу и включаю утюг, я, кажется, что в ответ увижу психолога. Почему? Включаешь фильмы и видишь. Менталист. Метод Фрейда. Открываешь книги и видишь, как целые поколения писателей стали жить в совершенно другом мире. И я перехожу в сути. Психология – это наука, которая конструирует миры. Психология – это наука, которая открывает разные возможности. Психология – как наука и практика. Первый тезис, на который я обращаю внимание здесь и теперь в этом зале, что я могу ответственно говорить, что психология – наука, которая меняет эволюцию мира. Когда-то, в 1900 году, один из самых замечательных мудрецов, которого знает история по имени, правда, мои студенты его знали на психваке только по метро, его звали Владимир Иванович Вернадский, я имею в виду по названию станции метро, он бросил не его термин, но он вел его жизнь и сказал, мы все с вами жители психозойской эры. Услышьте эти слова. Мы жители психозойской эры. А это значит, мы жители эры, в которой психология определяет будущее. Конструирует миры, создает новые реальности. А если он это так сказал, это что? Просто утопия? Просто сказка? Это не просто утопия и не просто сказка. А теперь от этих слов я перекинусь к тому, что происходит последние пару лет. Последние пару лет в мире начался футурологический спринт. Что такое футурология, вы все хорошо знаете. И сегодня на разных участках планеты, в Британии, в Штатах, в России, приходят люди и говорят, мы знаем, куда идет эволюция, мы знаем, каким будет будущее. Если вы языком доброго старого доктора Фрейда взгляните на историю, особенно на его работу, которая у нас переведена как толкование сновидений, и которое более точно переводится как интерпретация сновидений, тем самым, как бы, общение с германевтикой, то три символа характеризуют изменение времени. Век 20-й. Когда мы говорим о мышлении, когда мы говорим об эволюции, когда мы говорим о картинах мира, подскажите мне, если хотели люди показать, что они знают мир, и к чему должна стремиться наука, какой символ какой науки был наиболее принятым в 20-м веке. Кто вспомнит, кто, как бы мы ласково сказали, провизуализирует. Не бойтесь, называйте. Вы сидите не на стульчиках, а не на кушетках, поэтому вполне смело и вперед. Громче. Мой слух преподавательски сильно развит, но все равно я не столь улавливаю вашу вербалику. Молодец. Вот все услышали. Ключевым символом 20-го века стала модель атома. Куда бы мы не шли, мы все говорили, атом не проницаем, без атома никуда. И везде модель атома выступала как символ движения. Познаем атом, поймем его. И это один символ. Мы с вами движемся дальше и говорим, что является символом начала 21-го века. О чем больше всего говорят. Что появляется чуть ли не на каждом углу, на каждой картине. Я внимательно слушаю. Один герой, которого я очень люблю, которому посвящена книжка «Волшебник изумрудного города», его звали Страшила. Когда он думал, у него... У меня уже опилки другие, но все равно распирала. Итак, подскажите. Компьютер, социальная сеть, как в игре, горячо-холодно. Компьютер часто мелькает в картинах. Социальная сеть начинает мелькать уже сейчас. Но наиболее общим принципом и рисунком вы всюду увидите брейн, брейн, брейн. Везде рисунок мозга. Сегодня, как никогда, модель атома сменяется моделью мозга. И вперед выходит наука, гибридная наука, которая, все вы знаете, называется нейрокагетология. И нейрокагетологи, или кагетологи, или, как их недавно назвали, мозговеды, и появляется обширное мозговедение, они говорят, мы поймем весь мир, мы поймем разум. Если в прошлом веке физика была царицей наук, и атом был ключевым символом, по которому мы интерпретировали, куда двигаться и как жить, то в этом веке все больше символом становится мозг. Но время идет. И правы многие были из вас, которые сейчас упоминали другие реальности. На смену мозгу вдруг появляются предвестники другого будущего. И говорят, что ключевой моделью является не мозг, не брейн, а ключевой моделью, ключевым символом, ключевым знаком в созвездии познания 21 века является майнд, является разум. И мы видим, как меняется символика. Смотрите. Атом, мозг, разум. И в конце прошлого века выходят две книги известного историка-аналитика кагетолога «Все вместе хорали». Одна из этих книг посвящена когнитивной эволюции всего живого. А другая книга, она переведена и вышла у нас в России. А другая книга появилась буквально и обсуждалась в январе этого года в Лондоне огромная дискуссия «Хомо деус». И в этой книге говорится следующий прогноз. Да, этот век будет веком разума. Да, этот век будет таким веком, где согласно ряду предсказаний Курцевала и других рано или поздно мы с вами станем предатками искусственного интеллекта. И четко показывается, что мы все во власти алгоритмов. Автор этой книги пишет следующие строки. Когда я хочу, чтобы мою книгу увидел весь мир, я как в старое время предлагаю эту книгу тому или иному литературному агенту. Но литературный агент предлагает ее Гуглу, а Гугл берет ее по те или иные алгоритмы. Вдумайтесь, и через некоторое время уже не я, алгоритм будет решать, созданный в Гугле как приложение или где-либо в другой реальности, что я должен написать, что будет происходить, иными словами. Те из вас, кто говорил о социальных сетях, те из вас, которые говорили и упоминали сетевые пространства, во многом правы, потому что уже в самое ближайшее время, как предсказывает ряд футурологов, картина мира изменится. Это будет мир в буквальном смысле, мир оживших и победивших алгоритмов. И предсказания в стиле Азимова «Я робот» или предсказания в стиле более древнего времени Франкенштейна покажутся детскими сказками. Отсюда делаются следующие социальные выводы. Такие науки психологи вы мои, как психология и другие скажут, как был такой замечательный фильм «Ну погоди, когда волк пел в этот день сбываются все мечты, лучший мой подарочек это ты», а потом когда он испугался, он говорил «Ну пока я пошел». Так же и мы с вами психологи скажем, когда выйдут замечательные программисты, замечательные нейрокагетологи, замечательные я от этого слова простите, ловлю кайф, нейроэкономисты. И ну это есть, я не придумаю, как вы знаете, и мы в психологе скажем им «Ну пока, мы пошли, мы пошли все вместе, и нас уже не будут делить, ты за кого, за Юнга или за Адлера, ты кого любишь, Каренхор, или может быть Сальвенов захотел подчечухнуть, нет, дело не в этом, и вот этот прогноз, что в 21 веке наступит царство алгоритмов, и тогда мы с вами будем не очень нужны. Так ли это? Почему? В чем загадка? И мы сегодня в нашем кратком небольшом общении рискнем прикоснуться к той гипотезе, которую я называю гипотеза конструктивной эволюции. И перехожу на вещи, от которых у меня самого страх, но тем не менее я перехожу на несколько другой язык коммуникации и нагло выдвигаю несколько предположений. Первое предположение. Харари, Курцвелл, все футурологи 21 века, которые создавали уникальные системы, такие, как Тофлер с его шоком от будущего, и когда начиналось, вы правильно говорили, что тревога, тревога и тревога связаны с неопределенностью, конечно, делали прогнозы, все говорили об эволюции, но при этом забывали, что мы живем, как бы ни прогнозировали, все пессимисты планеты Земля, я говорю, все сложнее, и вот почему. Гипотеза заключается в следующем. Эволюции, которую все обсуждали, действовали принципы, которые называются принципы адаптивности. И вся эволюция по Дарвину, говоря языком блистательного философа и методолога 21 века Карла Поппера, сводилась к формуле «выживают выжившие». Иными словами, что только те, кто является мастером адаптации, только те, начиная с неплохо живущих в ладу с природой динозавров проигрывали, потому что не успевали адаптироваться. А адаптация – это всегда приспособление, адаптация – это всегда стремление к равновесию, адаптация – это всегда стремление к пользе, адаптация – это всегда стремление в буквальном смысле этого слова к удовольствию, В чем связаны любые психоаналитические модели, как вы хорошо и четко знаете. Я имею в виду в широком смысле этого слова. И если мир движется по пути эволюции, по законам адаптации, то что главным является законом этого мира? Главным законом этого мира является конфликт, как и показал великий Дарвин. Мы все во власти конфликта. Три великих конфликтолога подарили нам понимание эволюции через конфликт. Первый был Дарвин, как я сказал, это борьба и отбор. Вторым был Маркс, который говорил о том, что лишь на крови одного краса может выжить и победить другой класс. А после мы, идя этим путем, пели Аллилую конфликту и говорили, только конфликт. Кто мне скажет, какая песня, в которой конфликт, как двигатель развития жизни, была самой священной песней? Кто помнит это? Как трудно задавать вопросы, когда на них точные и яркие ответы. Спасибо. Эта песня называется кодовым названием, которое не надо никому, даже вам, при всей вашей глубинной юности разгадывать. Ее имя – интернационал. Мы на горе всем буржуем. А некоторые наши поэты, как Александр Блок, символизировали эту песню, что не нужно было психоанализа. И говорили, мировой в поэме «12 Блока», мировой пожар в крови. А после смотрели и утверждали, Господи, благослови. Конфликт ли движет миром? Я задаю этот вопрос. Но появился третий, который сказал, да, мир движет конфликт. И скромно представился перед всеми, потолкнув на сцене в одну сторону своего коллегу Маркса, а в другую своего коллегу Дарвина. И имя его вам хорошо известно. Это был старый нормальный доктор по имени Зигмунд Фред. Он сказал, как вы помните, что конфликт между сознанием и бессознательным, конфликт между суперэго и ид – это и есть двигатель каждой личности. А потом психологи начали петь эту песню и говорили – конфликт развивает личность. И в этом смысле воспели и создали ситуацию продуктивных конфликтов или конструктивных конфликтов. Только ли конфликт движет миром? Только ли конфликт и адаптация овладевают всеми нами? И тут, чтобы показать, что не только конфликт, не только мы все движемся программами, я начну вам задавать вопросы. Можно задавать вопросы? Я всегда повторяю, вижу настороженные лица в любой аудитории, что, еще раз, тогда по-школьному, кто не против, чтобы задавали вопросы, поднимите руку, пожалуйста. Спасибо за милосердие по отношению ко мне. Понимаете, от нас, психологов, и вы это хорошо знаете, все время ждут подвоха. А мы, психологи, ставим эксперименты в отличие от политиков, только с согласия людей. И поэтому вопрос самый простой. Только на секунду задумайтесь, только на секунду замрите. И вспомните, я не буду даже с самого детства, чтобы вспоминали. Кому в этой аудитории когда-нибудь кто-либо говорил? Один задам вопрос, а еще кому-то, кто-то его в своей жизни слышал. Вам что, больше всех надо? Поднимите руки. Вот она, уникальная роскошь разнообразия. Вам, вы все, и после этого, всем вам хочу сказать словами моих любимых Аркадия и Бориса Стругацких. Его, их великолепную фразу. Ты немножко мутант, но ты хороший парень. Обратите внимание на, казалось бы, следующую, совсем непростую вещь. Вы все перешагиваете поверх барьеров. Вы все в той или иной ситуации идете не по пути гомеостаза, не по пути стремления к равновесию. А вам же больше всех надо. Кто помнит такую песню? Я плохо помню ее, но пел ее Андрей Миронов. О наслаждении ходить по краю. Могу спутать слова. Смотрите, ангелы. Вот это я играю. Мы все с вами в жизни, выбирая разные пути, выбирая профессию психолога, очень часто ходим по краю. И тем самым проявляем свою настоящую, подлинную, неадаптивность. Отсюда я осмелюсь сказать следующее. Но перед тем, как осмелюсь, еще хочу вам напомнить ситуацию. В чем ключевая особенность личности? Не только по психоанализу, а и по другим некоторым явлениям. Есть целый круг феноменов, которые явно характеризуют именно конструктивную эволюцию. И в этом мире мы переходим, чего не понимают многие физики, многие биологи, не все, но многие, многие психологи. От адаптивных сценариев жизни, услышьте меня, к тому, что великие северцы, вернадские, называли преадаптацией, готовностью к будущему, готовностью уже сейчас, здесь и теперь, к тому, что не только нет, но и к тому, что никогда, никогда, услышьте, не было. И вот, как только готовности я сделал. Год назад я написал программу жизни дальнейшей для себя, назвав ее почти как наша конференция. Психология современности вызовы неопределенности, сложности и разнообразия. Психология современности – вызовы неопределенности, сложности, разнообразия. Да почему? Да потому что в этом мире мы переходим от стабильного мира к миру ВУКа, миру неопределенности, сложности, разнообразия. Да потому что в этом мире адаптивные схемы, стереотипные схемы уже не срабатывают, потому что в этом мире все больше накапливается преадаптивных феноменов, и именно не адаптация, а преадаптация, готовность к тому, чего еще нет, становится линией эволюции. И при этом все больше начинаются феномены, которые характерны для каждого человека. Скажите, пожалуйста, есть ли в этом зале люди, которые стоя на большой высоте, на балконе с низкими, как это называется, перилами, или где-нибудь на горе, вдруг их так и подмывало сделать, ну еще один. Небольшой шаг. Было с кем-нибудь такое? Вот, ну, те, кто рискнул, тех бы не присутствовало. Вот, но, абсолютно, но обратите внимание на эти феномены. Они четко существуют. Наконец, еще один феномен. Вы помните, как о себе сказал Пушкин, когда он закончил одну из самых великих вещей? Я не буду мучить вас слишком большим напряжением. Он встал, удивился, распахнул свои пушкинские глаза с миру и сказал, «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Если кто-нибудь из вас, обращаясь к себе, скажет «Ай да я! Ай да сукин сын!» Или «Ай да я! Ай да, простите, сукина дочь!» То очень четко покажет еще одну преадаптивную особенность личности. Запомните, одна из классических особенностей неклассичности личности состоит в том, что мы непредсказуемы часто сами для себя. Вот эта непрогнозируемость, непредсказанность, непредсказуемость – удивительная вещь. И отсюда именно преадаптивная эволюция, эволюция через разнообразие характерна для мира. И поэтому, как бы ни двигались мы к миру, где будет действовать искусственный интеллект, в этом мире существует огромное количество феноменов, связанных с предсказанием будущего. Да, в нем огромное количество стереотипов. Да, в нем огромное количество стереотипных программ. И, чтобы в этом убедиться, еще три маленьких вопроса. Не против? Ну, отвечайте быстро. А кто знает эту маленькую загадку, скажем так, не портите эксперимент. Первый вопрос. Как называлась лет 50 назад страничка, в которой вашим мамам и папам или их бабушкам и дедушкам ставили оценки в первом классе? Кто помнит? Табель, молодцы. Скажите, пожалуйста, как называется вот такой провод, по которому идет ток, информация и так далее. Как он называется? Молодцы. Скажите, пожалуйста, кто убил Каина? Молодцы. А теперь, атеистичные вы мои. Вы, конечно же, знаете, что все было наоборот. И все вы сейчас, простите меня, я не занимался маркетингом, который на русский язык переводится словом. Но вместе с тем, вы все попались, и мгновенно стереотип возник на ваших глазах. Вы все помните, что было наоборот, что когда пришел Господь к Каину и спросил, а где брат твой? Авель нагло ответил, что разве я сторож брату своему? Но вы все сказали, как мгновенно возникают стереотипы. Но в этом мире никакие стереотипы, они нужны, они важны. Если бы их не было, войдя в этот зал, мы все бы смешались. Слава Богу, что есть устойчивость, стабильность, стереотипы. От динамического стереотипа Павлова до сложных других динамических социальных стереотипов. Но при этом мы четко понимаем, что в развитии стереотипы ломаются надситуативной активностью, сверхситуативной активностью. И есть огромное количество преадаптивных феноменов. Чтобы вы это еще лучше почувствовали, приведу эксперимент, который ставился в школе моего любимого учителя Алексея Николаевича Леонтьева еще в сороковые годы. И научившись здорово у детских психологов, среди которых знаменитый Карл Бюллер, вдруг психологи столкнулись с странным явлением. Они, как всегда, психологи любят изучать, чем мы отличаемся от шимпанзе в детском возрасте. Это огромное количество экспериментов. И изучали их в том числе на острове Тенериф, где сегодня многие отдыхают. Именно Келлер изучал там свои знаменитые эксперименты на Канарских островах. И выяснил, что ребенок до 2-3 лет примерно решает не Келлер, а другие исследователи, детские психологи, задачи так же, как решает шимпанзе. Может достать банан, может другую вещь далекую придумать, как так называемые келлеровские обезьянные задачи. И они ставили эти задачи и вдруг столкнулись со странностью. Ребенок, которому ставили барьер, там вещь, которую надо достать, этот ребенок 3-4 года лучше, чем шимпанзе, решал подобного рода задачи. А ребенок 6 лет не решал. Ему говорят, вон там лежит конфета. Тут грабли какие-нибудь или вещи, можно дотянуться, тут барьер можешь достать. И ребенок 6-7 лет, в отличие от 4-х летки, решить не может. И думали, странный феномен, шимпанзе решает, 4-х летка решает. Почему не решает 6- или 7-летка? Тогда психологи подруг группы Алексея Николаевича Леонтьева воспользовались известным вам всем стеклом Гизела. Вы знаете, когда смотрят, вас не видят, а вы видите. Взяли этого 4-х летку, взяли 7-летку, поставили их вместе. И перед этим взрослый жестко дал инструкцию. Он сказал 4-х летке, вот ты с тем мальчиком, с Колей, будешь решать задачу. Ну, Леша, я тебя очень прошу, ты-то знаешь, как решать задачу, но ни в коем случае ему не говори решение. Они стоят двое, комната, взрослого не видно, инструкция с ее побуждающей силой действует на них. И тут такая сцена. Представьте, вы компетентный 4-х летка. А рядом некомпетентный 7-летка. Он не может решить задачу. Вы хотите подсказать. Ведь как хочется всегда подсмотреть за ближним своим или подсказать ближнему своим. И тогда что делает 4-х летка? 4-х летка, не нарушая инструкцию взрослого, отворачивается от 7-летки. Его нет. Он выпадает из personal space. Он выпадает из личностного пространства. И начинает, Чарли Чаплин отдыхает, вот так двигаться и говорит, палку возьми. Ну, ты что, палку взять не можешь? Ну, палку возьми. И тут ответ, который был описан в протоколах, но дальше не пошел по статьям. 7-летка мрачно говорит на 4-х летку. Так и дурак сможет. Казалось бы, простая вещь. Но, дорогие мои, любимые мои, преадаптивность проявляется в уникальной постановке сверхзадачи. Как вы помните, сверхзадача – это конструкт, предложенный Венеким Станиславским. И когда ставятся сверхзадачи, когда ты все время выходишь поверх барьеров, когда ты рискуешь, потому что ты рискуешь ради риска, а не ради достижения гедонизма. Удовольствие, то есть, простите, равновесие или пользы – это есть в каждом из нас. И отсюда, в мире, где меняется система координат, а в мире, где мы живем, где кризис всегда с тобой, где стресс всегда с тобой. Стресс – наш случай в спутнике. Когда у меня нет стресса, мне как-то не хорошеет. То есть, в этой ситуации, когда мы все с вами существуем, изменилась система координат. Вместо декартовской системы координат возникло следующее. Здесь неопределенность, тут определенность. Здесь сложность, здесь упрощение, простота. Здесь однообразие, здесь разнообразие. Именно в этой системе координат движется сегодня человечество. Оно все время отвечает на вызовы сложности, неопределенности, разнообразия. И в одних ситуациях люди бегут от неопределенности. И все мы знаем гениальную работу Эриха Фрома «Бегство от свободы». Это работа прогнозов, это работа прогнозирования чуда прошлого века. А кто такой классик? Классик – это тот, кто всегда наш современник. И в этом смысле слова не действуют нормы, что кто-то был в 16 веке, кто-то был в 20 веке. Фром всегда с нами, Фрейд всегда с нами, Выгодский всегда с нами, Эйнштейн. Все эти люди с нами, они наши современники. И в этом смысле слова мы четко понимаем, что мы сталкиваемся с тем, что бегство от свободы – это один из путей. Есть уникальный страх, с этого началось наше общение. Вы упомянули об этом. Страх войти в открытую дверь, где ты сам отвечаешь, где ты несешь ответственность, где ты сам хозяин своей судьбы. Куда легче быть конформистом, куда легче жить по формуле «сиди и жди» придумают вожди. Совсем другое дело. Другой мир, другая реальность. И опять неопределенность. И опять искушение неопределенности. Но на самом деле мы с самого детства проходим мастерскую неопределенности. Все вы помните задачи детских сказок. Все помните задачи детского фольклора. Ведь там герою говорят – пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Вот классическая задача по неопределенности. И идут, не побоюсь этого слова. То есть, в детстве мы решаем задачи по неопределенности. И детский фольклор – уникальная сказка терапии. Уникальная сказка терапии. А детский фольклор, а детские небылицы, небывальщины, разные, как это бы назвать, считалочки, как они помогают справиться с любыми страхами. Напоминаю еще один путь при адаптивной считалочке, который учит нас справляться со страхами. Такой, от которой никогда не уйдешь. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, а потом Хичкок отдыхает. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Смотрите, как устроен фольклор. И великий Юрий Михайлович Лотман, вспомните это имя, полюбите это имя. Отец семиотики, отец семиотической культуры, теории культуры, сказал, саму культуру впитаны, впаяны механизмы преадаптивности, механизмы борьбы с неопределенностью. И поэтому школа неопределенности – это уникальная школа, которую мы с вами проходим, и в которой начинаем жить в 21 веке. И точно так же для того, чтобы росло разнообразие, на определенном этапе эволюции появляется искусственный орган созданной эволюции, который есть у каждого из нас. Этот орган наиболее четко называется словом сознания. есть на биологических уровнях есть экстраполяция и ожидание предвидимого, есть экстраполяционные рефлексы по Крушинскому, есть ожидание и вероятностный прогноз то, что появится, есть ожидание того, что может появиться. Ну, например, когда вы идете мимо манежа, вы не допускаете, что я сам делал так, чтобы повладеть своим поведением, что когда ждал замечательную девушку, ой, когда это было, я говорил себе, если хотел ее дождаться, стоя около Московского университета, вот сейчас, как только появится около манежа жираф, я уйду. Но, а если бы я сказал, как только появится машина Волга, то мне бы пришлось уйти через пять или десять минут, через, как бы сказал Выгодский культурное орудие, я овладевал своим поведением. То есть, я прогнозировал то, что не может быть, или то, что может быть. Но наше сознание это самый уникальный орган конструирования непредвидимого, конструирования разных миров, конструирования того, чего не может быть. Чем сознание отличается от других уровней в конструктивной эволюции. Сознание неадаптивно. Сознание преадаптивно. Она предсказывает то, на что нельзя опереться, исходя из прошлого опыта. Она предсказывает и то, чего раньше не было. Поэтому мы должны четко понимать. И я перехожу к оптимизму. Как бы не были власти алгоритмов, какие бы не были программы, как бы искусственный интеллект не обыгрывал даже мастера. Вы знаете, что совсем недавно говорили, что так не так уж сложно обыграть по шахматам, помните, даже гроссмейстера. А решили, ну, по шахматам обыграет не так трудно. И стали сталкивать, и один из современных суперкомпьютеров обыграл мастера по игре ГО. А это намного труднее, потому что все равно комбинации можно, ну, перебрать. А мы так обыгрываем, что нельзя переграть. Наше сознание это работа с непредвидимостью, а тем самым, как бы не наступал, не побоюсь этого слова, век адаптивных моделей искусственного интеллекта, психологи никогда не вымрут. Потому что уникальная возможность к разнообразию непредсказуемость. И в данном случае для меня важно, что не те психологи, которые выходят за порог рациональности, услышите меня, за порог адаптивности, которые работают не с устойчивыми только мирами, а с потоками, о чем расскажут мои близкие еще. И в этом смысле слова вы можете быть влюблены в Фрейда, вы можете быть влюблены в Иготского, но когда мы влюбляемся в манипулятивную психологию, поймите меня правильно, психологию, которая дает программы и которая говорит я знаю, как надо, задумайтесь, стоя здесь перед вами, я не хочу говорить по формуле, что такое хорошо и что такое плохо для программы психологии. Вообще считаю и всю Жене говорю, что последним человеком, который отлично знал, что такое хорошо, что такое плохо был Владимир Владимирович, я имею ввиду Маяковского. И риск психологам стать рабами манипулятивных программ и техник манипуляции один из самых больших рисков. Поэтому я просто, как говорят, предупреждаю и знаю, что вы, как психологи, поймете, вы можете выбрать любую из могучих школ психологии как уникальную культуру 20-21 века. Я могу спорить с культурой психоанализа, я могу спорить с культурой школы Выгодского, но ключевые будущие линии это линии психологии неопределенности, психологии сложности и психологии разнообразия. Третья линия психологии как программы появляются в этом тревожном, сложном, но все-таки нашем с вами 21 веке. Иногда нам может показаться, что он труден. Иногда нам может показаться, что сейчас такой кризис, от которого не оправимся. Но не бойтесь, мы живем в уникальной стране. Мы живем в уникальной стране. Это страна, в которую когда бы ты не приехал, всегда приезжаешь в исторический момент. И в этом смысле слова. Я другой такой страны не знаю, которая так бы любила свой кризис. Это действительно так. Мы можем его назвать перманентной революцией или как-нибудь. Мы любим кризис и как-то с ним жились. стресс, который всегда со мной, мне без него было бы плохо. И поэтому мы так готовы к неопределенности. И если у Конфуция слова «Чтоб ты жил в эпоху перемен», звучат как проклятия, то у нас с вами, психологичные вы мои, это просто нежное напутствие. И завершая хочу сказать, не будем гневить времени, мы здесь, в этом зале, и обсуждаем психологию, значит, впереди, как любил говорить один из моих учителей, Александр Владимирович Запорожец, у нас все спереди. И в этой ситуации я просто хочу закончить следующими словами. Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуношные бдения, и мечтания о том, что проснешься в каком-нибудь веке ином, время это дано, время не подлежит обсуждению, подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем. И не верь, что грядущий вскрикнет, всплеснувший руками, жил жил когда-то такой, да бедняга, от века зачах, нету легких времен, и в людскую врезается память только тот, кто пронес эту тяжесть на смертных плечах. Удачи вам, психологи! Спасибо большое! Это было... АПЛОДИСМЕНТЫ